Увеличение заболеваемости коронавирусом за минувшую неделю отмечено в 86 регионах страны. Небольшое снижение только в Москве. О ситуации в Самаре, в Самарской области в ближайшие полчаса меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте. Субтитры создавал DimaTorzok Мы хотели поговорить о том, как развивается заболеваемость в нашем регионе. Было очень много вопросов. Поэтому сегодня продолжаем эту тему. И на ваши вопросы сегодня отвечает заместитель министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко. Добрый вечер, Сергей Вдовенко. Добрый вечер. Что произошло за неделю? Идет ли уже кривая заболеваемости вниз? Чего мы все ждем с огромным нетерпением? Да. Вы правильно отметили, что у нас заболеваемость снижается в Москве. Они прошли по всем местам тот пик. Они практически первые вступили в этот пик. По России, к сожалению, была небольшая тенденция, когда кривая попала вниз, но сейчас она опять вверх. И мы имеем уже пятикратное по сравнению с максимальными цифрами осени превышение заболеваемости. В Самарской области в течение последних 4-5 дней идет незначительное снижение. То есть мы практически вплотную пошли к 4 тысячам заболевших в сутки, а сейчас мы потихонечку, маленькими шажками уходим вниз. И сейчас где-то 3,5 тысячи заболевших у нас на сегодняшний день. То есть или это временная тенденция, или хочется надеяться, что это постоянно и мы начнем снижаться. Сергей Анатольевич, а Вы наверняка все равно делали какие-то прогнозы перед наступлением вот этой. Уже не знаю, мы потеряли счет, наверное, какой номер волны. Могли Вы предположить, что вот такого уровня заболеваемость будет? Ну, на самом деле, так и прогнозировалось, что рост будет 4-5-кратный по сравнению с максимальными цифрами. И эти прогнозы оправдались. И то, что касается нашего региона, мы также планировали, что где-то к концу января, в начале февраля мы должны выйти на пиковые значения. И, возможно, так, наверное, оно и произошло. У нас вот такого роста 4-5-кратного не произошло, поскольку, если Вы помните, у нас максимальные цифры были 1700, ну, почти 1800 заболевших в сутки. Сейчас у нас меньше 4000, да, то есть в 20 небольшим раз у нас произошел рост по сравнению с максимальными значениями. Но у нас идет достаточно большая заболеваемость ОРВИ и гриппа. Я хочу еще раз акцентировать, попросить Вас назвать цифру, сколько одномоментно на сегодняшний день людей находится под наблюдением врачебным везде. Эта цифра очень большая. Это около 100 тысяч человек. Причем поровну приходится, половина идет на случай подтвержденной новой коронавирусной инфекции. И половина – это ОРВИ, грипп и пневмонии без неподтвержденной новой инфекции. – 100 тысяч человек – действительно цифра огромная. И это мы сейчас не говорим ни о хронических заболеваниях, ни о сердечных, ни об онкологии. А на эти 100 тысяч, не знаю, можно ли назвать еще одну цифру, вот эти 100 тысяч, сколько врачей лечат этих людей? – Врачей, к сожалению, на самом деле не хватает. У нас в амбулаторном звене находится где-то около 5-6 тысяч врачей, которые занимаются первичной медицинской санитарной помощью. И опять же мы понимаем, что есть и узкие специалисты, которых мы сейчас тоже задействовали. Было решение штаба. И впоследствии вышло постановление правительства, которое рекомендовало регионам с высокой заболеваемостью ограничить плановые виды помощи, приостановить плановые виды помощи в поликлиниках. Я надеюсь, что наши жители с пониманием должны отнестись к этому, потому что понятно, что у нас сейчас все – и офтальмологи, и лор-врачи, и акушер-гинекологи, они все задействованы и стоматологи, задействованы в оказании помощи населению. И, к сожалению, у нас доктора и медицинские сестры тоже болеют. И у нас где-то сейчас около 7 тысяч уже тоже тех, кто находится на боличном листе из медицинских работников. Это чуть больше 10% наших сотрудников. Поэтому были введены новые, так скажем, подходы к оказанию медицинской помощи пациентам. Сергей Анатольевич, прежде чем вы о них расскажете, давайте на звонок ответим. Конечно. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Вы извините, пожалуйста, вот у меня внучка беременная, 23-я неделя у нее. Они ходили в больницу сделать прививку. Ну, вы сами знаете, сейчас там сколько народов. Ну, и внук сказал, нет, сидеть здесь не будем, еще что-то подхватит. А вот мне сказали, что можно вызвать, ну, я не знаю, кого там вызвать, но чтобы сделали прививку ей на дому. Да, мы поняли, спасибо. Да, такая у нас функционал есть в поликлиниках, и он опробован нас в первую очередь на маломобильных гражданах. Поэтому на просьбу оставить координаты внучки мы свяжемся и подскажем, как это и где можно сделать лучшим образом. Пожалуйста, обязательно оставьте номер своего телефона для того, чтобы мы могли вам помочь. Если кто-то опоздал к началу эфира, напомню, что сегодня в студии программы «Звоните доктору» заместитель министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко. Он отвечает на вопросы по телефону 202-11-22. Звоните, пожалуйста, не оставляйте вопросы на конец эфира. Бывает очень обидно, когда люди не успевают дозвониться. Итак, Сергей Анатольевич, мы остановились на том, что сейчас новые подходы, новые такие стандарты, что ли, может быть, к лечению, да? Да, вы знаете, поскольку у нового штамма, которым все знают, как называется, омикрон, которого, по данным федеральной статистики, на его долю приходится около 60% всех заболевших новой коронавирусной инфекцией, он более контагиозен, то есть более заразный. То есть от 1 до 3 дней можешь пройти после контакта с человеком, и человек заболевает. То есть он быстрее передается в разы, чем предыдущие штаммы у нас были. И, во-вторых, у него несколько другое течение. Если предыдущий штамм дельта, он проникал глубоко, в далекочные ткани, и зачастую вызывал пневмонии, то этот штамм чаще всего останавливается в верхних дыхательных путях. И, соответственно, вызывает клинику бронхитов, трахеитов и клинику банальной ОРВИ. Плюс симптомы интоксикации, это гипертермин, головные боли, то есть эти симптомы, они есть. И в связи с тем, что идет более легкое протекание инфекции, если раньше был принцип оказания помощи всем на дому, то есть чтобы пациенты не приходили в поликлинику, то сейчас есть принцип разделения, то есть помощь оказалась пациентам как на дому, так и в поликлиниках. У нас организованы фильтр-боксы как в детских, так и во взрослых поликлиниках, выделены так называемые красные зоны, которые сейчас уже намного чем зеленые зоны в поликлиниках, потому что плановая помощь у нас приостановлена, и поэтому в основной поток у нас идет тот, который оказывается пациентам с инфекционной патологией. Сергей Анатольевич, прерву вас для ответа на звонок. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый. У меня вот такой вопрос. Нас призывают прививаться. Прививку я сделала, у меня была ревакцинация, должна быть, как бы так скажем. Я пошла на ревакцинацию, но вакцины не оказалось на функции вакцинации. А подскажете, где это было? Ну, вакцинация 20. Да, может такое быть? Ну, вообще у нас все виды вакцины сейчас есть, потому что было в свое время там, ну, так скажем, трудности с спутник-лайтом, были там с ковиваком, сейчас у нас поступают все виды вакцин, и у нас есть на сайте Минздрава, есть карта интерактивная, где представлены все вакцинальные пункты, и где написано, какая вакцина в данный момент есть. Привиться можно в любом вакцинальном пункте. То есть необходимо посмотреть, позвонить по телефону, уточнить все-таки, на самом деле, актуальна эта информация, хотя она обновляется каждый день, и можно подъехать в любой момент. Ну, а какой конкретно вакцине идет, не подскажете? Какой не было? Нет уже звонка у нас на... Ну, я думаю, что мы разберемся с этой поликлиникой, это 10-я поликлиника, поэтому посмотрим, какие проблемы, да. Так, еще звонок, да? Да, еще звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вот я врача называл, и... Дать вазок, а как-то не приходит врач, а что делать? А у вас температура, вы плохо себя чувствуете? Температура. Вы житель Самары? Да, Октябрьский район. Октябрьский район. То есть ваш вызов приняли, но врача нет, да? Да. А сколько времени нет врача? Четыре дня. Вот тогда тоже просьба оставить ваши данные, чтобы мы с вашим конкретным случаем разобрались. Да, оставляйте номер, пожалуйста. А вообще четыре дня, это, ну, много уже, да? Ну, это, конечно, так не должно быть, да, потому что мы все-таки в любом случае, и установка наша для наших лечебных учреждений, что помощь должна оказываться в течение суток от момента обращения пациента, да, и здесь есть у нас достаточно много каналов связи, это есть и единый телефон 122, который все знают, да, это есть и колл-центры в поликлиниках и в больницах, есть другие способы связи, то есть в том числе через портал госуслуг, поэтому здесь есть, конечно, отдельный момент, который, как вот сейчас сказал нам наш зритель, поэтому здесь нужно разобраться с каждой ситуацией отдельно. Сергей Анатольевич, а вот вы сказали, что сейчас, ну, большинство поликлиник стали красными зонами, люди туда обращаются, а вот все-таки как разобраться, когда идти в поликлинику или вызывать доктора на дом? Смотрите, здесь сейчас у нас развито достаточно, так скажем, дистанционное консультирование, причем здесь есть несколько возможностей позвонить по телефону, да, только нужно дождаться до того момента, цифры нужны, да, потому что, как чаще всего, остановятся на цифре 1, где написано вызвать врача на дом, и ждут этого ответа, а там есть дальше и проводочие больничного листа и так далее, то есть там просто нужно прослушать весь автоинформатор, на какую цифру вам нужна и какой больше подходит для вашей ситуации. Когда пациент связывается с колл-центром, когда на него выходит обратная связь с врачом, идет, так скажем, дистанционное консультирование, во время которого, почему оно может проводиться в любом виде, это может быть обычный телефонный звонок, это может быть видеозвонок, это может быть телемедицинская консультация классическая, когда врач уточняет по опросу состояние пациента, и здесь уже принимается решение, пациент нуждается в осмотре очном медицинского работника, или он может находиться в дистанционном наблюдении. Если пациент, ну, так скажем, достаточно мобильный, чувствует себя неплохо, но его что-то беспокоит, и он может прийти, конечно, и в поликлинику, то есть когда вот есть невысокая температура, есть признаки ОРВИ, если и пациент хочет, так сказать, сдать мазок, сразу получить медикаменты, он может прийти в поликлинику, где в красной зоне все эти мероприятия будут сделаны. Да, хорошо, давайте еще послушаем зрителей. Алло, здравствуйте. 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 Вот такой вопрос. Вот у меня же направление на операцию в городскую больницу номер 8. Да, вот. Мы пришли туда, и операция отказывается, и не знаем, только будет, да, только экстренно, но в главном направлении нет. Когда можно будет обратиться, потому что это же тоже, у нее там грыжа, тоже неприятно себя чувствовать. Да, мы поняли вопрос. Вопрос понятен. Ну, на самом деле, здесь у нас экстренная помощь, специализированная, то есть стационарная, она у нас не ограничена. Это, видимо, о плановой операции идет. Это плановая, я понял, да. Плановую помощь мы тоже, вот по формальным признакам, мы ее не ограничиваем, но это зависит от той коечной мощности, которая у нас сейчас свободная, да. А потому вот поскольку на базе восьмой городской больницы находится в том числе и ковидный госпиталь, правда, там хирургические отделения есть, которые сейчас работают, ну, так сказать, зеленые зоны работают по своему профилю, по основному. Поэтому здесь, ну, отказов вот таких вот массовых не должно быть в оказании плановой помощи, потому что, на самом деле, восьмая больница пока работает, этот вот корпус у них свободен. Да, единственное, могут, ну, как и для любого планового вмешательства, отложить на месяц. Это соответствует программе госгарантий для того, чтобы, ну, пациент подготовился и запланировал операцию. Опять же, если есть необходимость, пациент считает, что он не может ждать, по координатам мы потом разберемся в данном конкретном случае. Ну, и если пациент чувствует себя, ну, пока, скажем так, терпимым, то вы бы посоветовали все-таки вот сейчас пока подождать, пока этой ситуации на самом деле, поскольку мы понимаем, что все равно в любом случае он попадает в среду, где достаточно много людей, посторонних, так скажем, да, в любом случае мы как-то стараемся изолироваться, да, и если вот медицинское вмешательство, оно не является жизненным важным и не беспокоит или что-то такое, то, может быть, да, до более спокойных времен лучше и самим пока отказаться от этого вмешательства. То есть если есть возможность, да, не подождать, либо... Так, а у нас еще один звонок. Алло, здравствуйте. 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 Вот, скажите, пожалуйста, у меня заканчивается электронный больничный лист 13-го числа, воскресенье. Я выздоровел и хочу выйти на работу. Нужно ли мне обращаться, когда-то звонить, идти в поликлинику, закрывать этот больничный лист, или он автоматически закроет. У вас повод какой? ОРВИК? Ковид. Ковид, да? Вообще, если у вас прошло больше 7 дней и вы чувствуете по симптоматике себя нормально, то по новым правилам больничный лист может быть закрыт автоматически. По истечении 7 дней от начала заболевания. Да, спасибо вам за этот вопрос, потому что это как раз был и мой следующий вопрос по поводу электронных больничных, дистанционного получения больничного, поскольку это, конечно, им поможет разгрузить и докторов, и поликлиники. И это одна из самых частых, потому что люди понимают, что они не должны ходить на работу, они должны изолироваться, даже если они чувствуют себя нормально, имея признаки или подтвержденную коронавирусную инфекцию. Было принято решение правительством. 6 февраля приказ вступил в действие, и с понедельника мы уже выдаем дистанционные больничные листы. Механизм достаточно простой. Можно позвонить на 122 линию, нажать цифру 7, это как раз идет по выдаче дистанционного больничного листа, и ваша заявка о том, что вам необходим больничный лист будет передана в ту организацию, в которой вы прикреплены. И, соответственно, доктор связывается, уточняет тяжесть заболеваний, потому что у нас есть все-таки группа пациентов и тяжесть заболеваний такие, которых мы не можем дистанционно, без осмотра выписать больничный лист, может быть, чтобы не навредить в первую очередь, потому что иногда и не пропустить ничего. Это в том числе дети до 6 лет, которые мы тоже должны посмотреть, чтобы оценить их состояние, поэтому их законопредставителям больничный лист выписываем только, можем дистанционно, но обязательно врач должен посмотреть этого ребенка. И есть еще ряд пациентов с сопутствующими заболеваниями, которые тоже угрожаем по тяжелому течению инфекции, их тоже больничный лист выписываем дистанционно, но эти пациенты также будут обязательно осмотрены в очном порядке врачами. И, соответственно, если нет ухудшения заболевания, проходит 7 дней, то без взятия повторного мазка больничный лист автоматически закрывается. Если не проходит заболевание в течение 7 дней, то уже продление больничного листа проходит в очной форме. Почему? Потому что здесь нужно будет оценить, почему заболевание не прошло за 7 дней, нуждается ли коррекция терапии, а возможно нужна и госпитализация. И здесь уже, Сергей Анатольевич, ну, по сути, можно себе больничный-то выписать, если и нет заболевания, да, по телефону сказать, что у тебя температура, но, видимо, такая ситуация, когда уже не до того. Ну, поэтому это временный порядок, он будет действовать пока до 15 марта, и распространяться только на пациентов с корролевирусной инфекцией и с ОРВИ. И в любом случае должна быть обязательно консультация любым способом, это и телемедицинская консультация, звонок или видеозвонок с пациентом, когда врач все-таки слушает пациента, выслушает его жалобы, самочувствие и так далее, и оценить все-таки, нуждается, если у него есть сомнения, что вот, ну, может быть, пациент не совсем правдив, не совсем болен, да, то тогда здесь организуется уже очный осмотр и решается вопрос о выдаче больничной инфекцией, тогда уж таким образом. Ну, это я так уж просто спросила, надеюсь, что, конечно, таких ситуаций не будет. Давайте еще один звонок послушаем, потом посмотрим сюжет. Алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Я только сейчас звонил по поводу операции, но так и не понял, как же нам попасть в операцию? Управление у нас есть, все анализы есть. Вы координаты оставьте ваши. Кому оставить? Давайте оставим. Вы когда звоните, трубку берет оператор, и вот оператору нужно продиктовать свой номер телефона, имя и адрес желательно. Еще раз, будьте добры, наберите, пожалуйста, если вы не оставляли свой номер. А мы давайте все-таки выдохнем, узнаем, что произошло в здравоохранении региона за ту неделю, что мы не виделись. С 21 февраля сертификат о перенесенном коронавирусе можно будет получить по тесту на наличие антител. При этом их количество не имеет значения. Сертификат будет действовать в течение полугода. Служба неотложной помощи для больных COVID-19 уже отработала почти 2500 вызовов. Ее задача – обеспечить оперативную доставку пациентов на обследование и в стационар. К пациентам бригады приезжают по вызову врача-терапевта. Начало дополнительных каникул для первоклассников перенесли на 7 февраля. Ученики 2-х, 4-х, 9-х и 11-х классов продолжают очное обучение. Решение о продлине дистанта остальных школьников примут в зависимости от эпид-обстановки. В минувшем году хирурги областного кардиодиспансера провели более 5000 операций. Чаще всего выполняли коронарное шунтирование и оперировали пациентов с ашемической болезнью сердца. Результаты сопоставимы с показателями ведущих мировых клиник. Около 300 подростков региона уже сделали прививку от COVID-19. Вакцинация проводится двухкомпонентной вакциной «Спутник М». Прививочные пункты развернуты в 8 медицинских учреждениях области. Это программа «Звоните доктору». Сегодня в студии заместитель министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко. Мы работаем в прямом эфире. 202-11-22. Телефон для ваших вопросов. И на вопросы у вас есть еще около, наверное, 7 минут. Поэтому не откладывайте, пожалуйста, их надолго. Сергей Анатольевич, мы уже увидели, что началась вакцинация подростков. Как она идет? И, в общем, хорошо ли все это? Нет, однозначно это хорошо, потому что вакцинация, вакцина-профилактика – это основной путь борьбы с инфекционными заболеваниями. И это как раз подтвердили, в том числе и вакцинировав наших детей. И мы вакцинировали в свое время, и сейчас продолжаем вакцинироваться. Поэтому, да, с прошлого понедельника мы начали вакцинацию. В регион поступило 1920 доз в 8 медицинских организациях. Пока это только города, поскольку ограниченное количество поступило. Но доступность есть у каждого. То есть жители области могут в любом из этих учреждений сделать прививку. Вакцинация проходит на добровольной основе по заявлению одного из родителей из согласия или родителей, или самого ребенка, если ему исполнить уже 15 лет. Никаких осложнений, побочных реакций. Сейчас уже почти 500 мы вакцинировали. Это немножечко были данные. Цифра меняется в течение каждого дня. Поэтому никаких побочных реакций и осложнений мы зафиксированы не было. И мы надеемся, что это станет такой же привычной вакцинацией, как и все остальные, где охват вакцинации у нас достигает 95-97%. А что у нас вообще с заболеваемостью детей? Слышишь такие вещи, что просто уже страшно становится? К сожалению, особенность вот этой волны в том, что активно вовлечены в эпидпроцесс детское население, причем разные возраста, к сожалению, болеют и достаточно тяжело болеют. У нас маленькие детки, детки первого года жизни. У нас сейчас в болезни лежат дети несколько недель возраста, месяц, два и три. И мы видели, что у нас вот до введения ограничительных мероприятий, до введения дистанционного обучения у нас заболеваемость росла. У нас, если мы говорим про 100 тысяч, которые наблюдаются одномоментно у нас, то у нас были дни, когда у нас было до 12,5-13 тысяч обращений только детьми в наши детские поликлиники. Из них половина обслуживалась в поликлинике, половина на дому обслуживалась. Сейчас, вот после того, как мы детей большую часть разобщили, мы видим, что заболевание начало снижаться. И мы видим, что ежедневно у нас где-то обращений уже 7,5-8 тысяч. Развернуты 374 койки у нас для детей в трех городах Самара, Тольятти и Сызрань. Ну, опять же, мы видим, что тоже количество госпитализированных уменьшается. Если максимальное количество у нас на этих койках лежало 270 человек, то сейчас вот на сегодняшний день 215 деток у нас находятся на стационарном лечении. Понятно, что мы не кладем туда детей, которые могут лечиться амбулаторно, эти детки, которые находятся в средней тяжести или тяжелом течении. К сожалению, да, есть и тяжелые течения этого заболевания. Еще один звонок. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, как получить квоту на операцию в Москву? У меня в ТМО в ПИСИНе отдела. Как это оформить, квоту получить? Оформить достаточно просто. Смотрите, здесь, если есть у вас, в зависимости от вида вмешательств, просто вот не совсем могу понять по диагнозу, есть помощь, которая оказывается в федеральных центрах за счет средств ОМС, здесь получить очень просто. Вы идете в поликлинику и берете в ней направление. Если же это относится к высокотехнологичной медицинской помощи, которая оказывается за счет средств бюджета, то здесь необходимо пройти некоторые этапы, в том числе мы оформляем документы, направляем их в федеральный центр, и потом только уже по вызову направляет пациент туда. То есть, как бы сказать, здесь обратиться в поликлинику, вам весь механизм объяснят, как получить квоту в любой город, не только в Москву, в любой федеральный центр. Сергей Анатольевич, до наступления на нас омикрона казалось, что у вакцинированных людей все-таки гораздо меньше шансов заразиться и получить тяжелое течение болезни. Сейчас мы очень часто слышим, что наши вакцины не действуют, не защищают от омикрона, и зачем же тогда нам прививаться, если переболеют все равно все? Вы бы как ответили. Вы знаете, да, на самом деле омикрон отличается тем, что, к сожалению, более часто он заливается, в том числе и вакцинированные, но вот если сравнивать, если вы сказали про нашу вакцину, и импортные, то провели сравнительные исследования, это не наше исследование было, это провели в Аргентине, которая достаточно много прививала спутникам, и мы слышали об этом, они провели сравнительную эффективность вакцины Pfizer и нашего спутника. И выяснилось, что Pfizer, который, так сказать, широко применяется на Западе, только в 50% защищает от омикрона, наша вакцина в 74%. То есть наши вакцины более эффективны, чем взорбежные вакцины. Изначально предполагалось, что вакцинироваться спутником мы будем один раз в год. Когда пошла волна с дельтой, уже это сократилось до полугода, рекомендация делать вторую прививку через полгода. Сегодня на Западе с импортными вакцинами они вообще говорят, что давайте через три месяца ревакцинироваться. Какие планы на ревакцинацию нашу? По спутнику. У нас пока официальные данные все-таки через шесть месяцев ревакцинация. Хотя раньше мы говорили через год, как вы правильно сказали. Но есть уже исследования мировых ученых, когда показали, что максимальный иммунитет к третьему месяцу развивается, к четвертому и пятому начинает снижаться, и к шестому уже снижается достаточно существенно. Поэтому если ждать года следующей ревакцинации, то за это время можно заболеть, потеряв весь иммунитет. Поэтому, конечно, более оптимально ревакцинироваться через полгода. Какие будут... Ну, пока насчет трех месяцев у нас таких данных нет, рекомендаций таких нет. Да, у нас сейчас меняются немножечко подходы, чем ревакцинироваться, да, и как. И сейчас меняются... Теперь можно ревакцинироваться с первым компонентом спутника. Это будет так же, как лайт. Сергей Анатольевич, еще последний звонок давайте примем на сегодня. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Я вот в Тольятти живу. Можно такой вопрос задать? Задавайте. У меня... Я дедушка. Есть у меня три внучки. Троняшечки, им по полтора года. Ни один врач никогда ничего никогда не подходит. Никогда их никогда не смотрит. И мы только ходим в поликлинику. Я как дедушка занимаюсь за два часа до приема врача очередь. Потом приходит. Муж, папа на работу не идет полдня. Мама... Скажите, пожалуйста, вот что. Просто у нас осталось уже 20 минут. Сергей Анатольевич не успеет. Вам сейчас ответить. Давайте вы еще раз наберите, пожалуйста, номер и оставьте оператору свой номер телефона. С вами мы тогда свяжемся индивидуально, потому что сейчас все равно не успеем. Сергей Анатольевич, я вас только успеваю поблагодарить за участие в программе. Вот видите, сколько звонков было. Приходите к нам, пожалуйста, почаще. И не болейте вы тоже. Спасибо большое. Я хочу пожелать всем здоровья. А для того, чтобы мы были все здоровы, ну, придите и вакцинируйтесь. Или вызовите к себе, и к вам придут и провакцинируют. До свидания. До свидания. Будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин